Играет музыка Играет музыка Играет музыка Этот тур охватил 33 страны и 139 концертов Спасибо всем нашим специальным гостям, которые играли в туре с 2018 года Это группы Eban, Avatar, Gajira, Lord of the Lost, Mastodon, Sabaton, Trivium и The Intentation И, наконец, огромное спасибо Брюсу, Стиву, Дэйву, Эдриану, Янику и Ника, которые никогда не подводили, играли и пели великолепно каждый вечер, где бы они ни находились Ребята, я не знаю, как вы это делаете, но мы все чертовски рады, что вы это делаете Сейчас мы все собираемся взять заслуженный перерыв и вернемся в следующем году с новым великолепным шоу The Future Past Tour Играя на этот раз только в Европе, поскольку тур Legacy был таким длинным, чтобы мы смогли увидеть как можно больше поклонников после пандемии Тем не менее, The Future Past Tour будет продолжаться до 2024 года, и кто знает, куда он заведет Так что следите за новостями В ходе тура The Future Past Группой будут представлены ранее неисполнявшиеся песни с последнего студийного альбома Senjutsu, а также культовый альбом 86-го года Some Way in Time, ну и другие классические хиты Также в этом году исполняется 40 лет Одному из самых главных хэви-метал альбомов культовой пластинки 82-го года The Number of the Beast, который оказал и продолжает оказывать влияние на огромное количество музыкантов И любим, пожалуй, всеми фанатами тяжелой музыки Этот альбом принес группе всемирную славу В честь такого юбилея компания Warner Music объявили о выпуске юбилейного винилового переиздания пластинки В новую виниловую упаковку, кроме самого альбома, будет хаи-концертный альбом Beast Ada Hama Smith, впервые официально доступен на виниле, с живым концертом с легендарного лондонского шоу в Hama Smith Adion в марте 82-го года из мирового тура Beast on the Road Записанные всего за несколько дней до выхода самого альбома The Number of the Beast Именно на этом концерте эти уже ставшие классическими песни в то время были все еще совершенно новыми, незнакомыми и впервые были услышаны фанатами вживую Настоящая часть истории в процессе ее становления Кроме того, новая версия The Number of the Beast будет включать альтернативный трек-лист оригинальному виниловому релизу с заменой песни Genland на более мощную и любимую всеми Total Eclipse В комплект издания входят эксклюзивные вкладыши, написанные основателем и бас-гитаристом Maiden Стивом Харрисом, а также восстановленные и расширенные иллюстрации Комментирует Стив Харрис, цитата На этом виниловом релизе мы впервые получаем шанс поставить Total Eclipse на его законное место в альбоме Причина, по которой он не попал на первое место, заключалась в том, что это была безумная спешка, когда мы заканчивали запись И нам нужно было выпустить сингл Rancho The Hills перед туром И нам в основном нужно было просто выбрать Decide И это было между Genland и Total Eclipse И мы просто выбрали не то, что хотели на самом деле Я думаю, что Total Eclipse более сильная песня и альбом был бы сильнее, если бы она была там Конец цитаты Все это удовольствие будет на трех винилах Между тем, бывший вокалист Iron Maiden Пол Диана Объединяется с известнейшим греческим гитаристом Гасом Джи для двух концертов, которые пройдут в Греции 14 и 16 декабря На предстоящих концертах музыканты исполнят классические композиции Iron Maiden с альбомов 80 и 81 годов То бишь Iron Maiden и Killers Гас Джи хорошо известен на сцене как основатель и гитарист группы Firewind, а также концертный гитарист в группе Ozzy Osborne Напомню, что Диана был прикован к инвалидной коляске Пол провел несколько месяцев в Хорватии, получая физиотерапевтические и лимфодренажные процедуры в рамках подготовки к предстоящей операции на колене Пожелаем вам здоровья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 27 сентября на концерте в память о барабанщике группы Foo Fighters Тейлари Хокинси, который прошел в Киа Форум в Лос-Анджелесе, Калифорния Известнейшие музыканты объединились на сцене, чтобы сыграть кавер на песню Black Sabbath Paranoid Состав музыкантов был следующий Бас-гитарист Black Sabbath Гизер Батлер, барабанщик Металлики Ларс Ульрих, бывший вокалист Скидроу Себастьян Бах, а также Дэйв Гроул, ну и сама группа Foo Fighters Концерт в Лос-Анджелесе стал вторым концертом памяти Тейлора Хокинса после прошедшего 3 сентября 6-часового концерта в Лондоне Среди музыкантов, выступивших на шоу в Лос-Анджелесе, были Брайан Мэй и Роджер Тейлор из Queen, Ники Сикс и Томми Ли из Motley Crue, Чет Смит из Red Hot Chili Peppers, Вольганг Ван Халлен и многие другие Вырученные деньги от продажи билетов пойдут в пользу благотворительных организаций, которые выбрали семья Хокинса Напомню, что Хокинс умер 25 марта этого года, когда группа была в туре по Южной Америке Изначально причина смерти скрывалась от журналистов, но на следующий день медработники выпустили пресс-релиз В котором сообщалось, что анализ Хокинса на момент смерти показал содержание смеси разных веществ Ему было 50 лет, у Хокинса осталась жена и трое детей Норвежский дуэт Доктрон 28 октября выпустили свой юбилейный новый 20 полноформатный альбом под названием Астральная крепость На английском лейбле Peaceville Коллектив за свою 35-летнюю историю сменил множество направлений экстремального металла Начав как дэтметал-группа и выпустив свой дебютный альбом Soul Side Journey в 1991 году Музыканты под влиянием блэк-метал-группы Mayhem взяли курс в сторону черного металла И первыми в Норвегии в 1992 году выпустили полноформатный блэк-метал-альбом Оказавший огромное влияние на развитие сцены A Blaze in a Northern Sky Которому, кстати, в этом году исполняется 30 лет Выпустив еще несколько классических блэковых альбомов В 2000-х годах Доктрон стала сносить то в блэк-н-ролл, то в гремучую смесь хэви и спид-металла с панком В последние несколько лет, видимо, постарев и ностальгируя по старым добрым временам Товарищи Фенрис и Ноктюрна Культа решили отдать дань уважения своим музыкальным вдохновителям В лице Блэк Сэббот, Кельтик Фрост, Кэндалмасс и Трабл Прошлый альбом Eternal Hails, вышедший чуть более года назад Определил и показал новый путь для коллектива в сторону классического дума и хэви-металла из 80-х С мрачной атмосферой и таким же звуком Новый альбом Астральная крепость был записан в той же студии Чака Хан И является логическим продолжением пластинки 21-го года Лейбл и музыканты, анонсируя выход новой пластинки, заявляли, что это винтажный альбом олд-металла в стиле доктрон С основами в стиле блэк, трэш-дум и хэви-метал А также множество новых вдохновений, взятых из их собственного каталога С примитивным и органичным звуком, с использованием мелатрона и синтезатора И с кипящими адом текстами В новом альбоме есть несколько моментов, которые напоминают чем-то песни 95-го года Времен альбома Panzerfaust Также в качестве закрывашки имеем композицию Ян-2 Которая в чем-то возвращает к дебютному дэд-метал альбому 91-го года с его закрывашкой Эйон Безусловно, этот альбом вновь разделит поклонников группы Меня изначально привлекла композиция «Караван разбитых призраков», которую музыканты выпустили первой В ней сосредоточены лучшие идеи этого альбома Субтитры создавал DimaTorzok Когда появилась вся пластинка целиком, то при первом ее прослушивании я чуть не уснул Хотя некоторые идеи понравились Но позже, прослушав все еще несколько раз, оказалось, что альбом очень достойный Если вы любитель неторопливого, качественно сыгранного, олдскульного метала с мрачной атмосферой и типичного для Дакрон саунда То альбом вам очень понравится Всем остальным тоже рекомендую ознакомиться Ну а полный обзор пластинки есть на канале Королевский монетный двор Австралии выпустил два вида монет в честь 50-летнего юбилея Прославлены австралийской рок-группой ACDC, который будет отмечаться в следующем году Существует две версии монеты Одна серебряная номиналом в 1 доллар и стоимостью 90 долларов А также коллекция из шести монет номиналом 20 центов, окрашенных в цвет пластинки за 110 долларов И они представлены в футляре Сами монеты не будут распространяться, но станут предметом коллекционирования и отличным подарком для фанатов группы На монетах изображен гитарист Ангус Янг в своей фирменной школьной форме Один из основателей культовой норвежской black metal группы Emperor Мультиинструменталист Исан давно не радовал фанатов полноформатными альбомами Последний седьмой сольный альбом Amr вышел в 18 году Два года назад, правда, выходили две епишки, но большую часть своего времени Исан, как известно, работал с Мэттом Хифи из группы Trivium Над их совместным проектом и Бараки Который недавно выпустил свой дебютный альбом под названием Rushaman Обзор на который, кстати, есть на канале И вот стало известно, что в настоящее время Исан находится в студии, где работает над восьмым альбомом Причем в записи пластинки участвуют аж три барабанщика Tobias Anderson из Shining Tobias Soulbuck из InVein И сын самого Исана Ангель Твейтон Об этом Исан сообщил у себя в соцсетях Других подробностей пока нет Кроме записи нового альбома Исан недавно сделал ремикс сингла Shadow Mines Шведской группы The Halo Effect С недавно вышедшего альбома Ремикс сохраняет все элементы композиции Но имеют некоторые интересные и неожиданные изменения После поп-танцевольных аккаунтов Экспериментов в группе Paradise Last Музыканты вроде бы исправились И начали писать тяжелую музыку Мало того, Ник Холмс, как известно Отправился петь в отличной дэдметал-группе Bloodbuff А Грег Макентош Начал создавать свои экстрем-метал-проекты Сначала Valenfire, а затем и Strigoy И казалось бы, все хорошо Но творческий человек личность загадочная И двух друзей вновь потянуло на танцевальные эксперименты Так что знакомьтесь Хост Новый проект от Ника Холмса и Грега Макентоша Из Paradise Last Который выпустит свой дебютный альбом 9.24 февраля следующего года На лейбле Nucleoblast Один из синглов Tomorrow's Sky уже вышел В общем, если вы помните альбом Paradise Last 99-го года под названием Хост То отчасти уже поняли, о чем речь Видимо, имея во время пандемии Достаточно много свободного времени Грег вспомнил о том, что он любит еще и готику С танцевальной музыкой Позвал присоединиться к этому Ника И в результате и получился проект Хост Вот как сам Макентош прокомментировал новый проект Цитата Конец цитаты Встречайте! Новая супергруппа от именитых музыкантов метал-сцены Коллектив, который получил название Elegate Weapons Состоит из гитариста Ричи Фолкнера из Judas Priest Барабанщика Скотта Тревиса, также из Judas Priest Бас-гитариста Рекса Брауна, Пантера И вокалиста Рони Ромеро из Rainbow Группа уже подписала контракт с лейблом Nucleoblast А в 23-м году выпустит свой дебютный альбом Причем в качестве продюсера выступил сам Энди Сник Рассказывает Ричи Фолкнер Цитата По словам Ричи, в группе представлен состав его мечты Я всегда хотел записать альбом со Скоттом вне Priest Добавьте к этому безошибочный тон и настрой Рекса Брауна Это нечто особенное Иметь этих ребят в качестве ритмы секции мечта любого гитариста Глазурью на торте стал Рони Ромеро Один из новой породы вокалистов, мгновенно ставших классикой Рони привнес в песне характер и некоторую развязность Музыка это смесь Джимми Хендрикса, Priest, Sebat, Solo Ozzy и Black Label Society Тяжелая, запоминающаяся и с мелодией В общем, здесь много гитарных соло и песни более тяжелые И хотя в них много мелодии, они все равно заставят вас содрогнуться В общем, альбом выйдет в предположительной весной 23-го года Следим за новостями Тихая и спокойная Швейцария В 80-х годах вслед за развитием трэш-металла в Германии И в этой стране начинают появляться коллективы, музыкой которых будут вдохновляться следующие поколения музыкантов Первым таким коллективом стал Hallhammer, вскоре поменявший название на Celtic Frost В состав дорожного техперсонала Celtic Frost входили музыканты Барабанщик Маркус Эдельман и гитаристы Оливер Амберг и Томми Веттерли Которые вскоре решили основать собственную группу и назвали ее Coroner Впоследствии данный коллектив станет одним из лучших в техничном трэш-метале Представив интересный и уникальный материал Но из-за проблем с выпускающим лейблом, который практически не занимался промоушеном альбомов Coroner не смог удостить широкой известности Группа выпустила всего 5 альбомов Последним из которых стал альбом 93-го года Green В 96-м году группа провела прощальное турне и благополучно развалилась Томми Веттерли впоследствии работал с группой Creator, записав в их составе два альбома Маркус Эдельман был замечен в группе Apollyon Sun проекта Тома Габриэля Фишера, созданный им после распада Celtic Frost Начиная с 2005 года ходили постоянные слухи о возрождении группы И только в 2011 году группа вернулась на сцену В 2014 году барабанщик Марк Эдельман объявил, что покидает Coroner Новым барабанщиком был объявлен Диего Рапачьете И вот недавно стало известно, что группа отправится в студию в феврале 23-го года Чтобы записать свой шестой альбом, который выйдет в 23-м году на лейбле Century Media Вот что рассказал Томми Веттерли, цитата В данный момент мы очень усердно работаем Все песни должны быть закончены к середине декабря Не хватает одной песни Подготовка к производству должна быть завершена к концу года Рон Бродер и я встречаемся сегодня, чтобы составить план Начнем с запись во второй половине февраля Также Веттерли рассказал и о направлении новой музыки Будет ли новый альбом похож на Green, их самый экспериментальный альбом Или на более ранние работы, цитата Трудно сказать, это скорее Green Это демонстрация того, чему мы научились и что практиковали Все, кто слышал Pre-Production, включая звукозаписывающую компанию Очень довольны и считают, что группа должна звучать именно так Он больше прочувствован и ориентирован на песни Технический материал все еще присутствует, но не является главным Это будет странно, как и все в коронах Моя цель всегда делать что-то такое, чего я не слышал сто раз до этого Большинство групп это копия другой группы Есть много отличных групп, но мне не хватает свежести или оригинальности В общем, как-то так Стоит отметить, что альбом Green это очень неоднозначная работа, разделившая поклонников коллектива Было использовано много электроники, синтезатора, сэмплы Чувствуется заметное влияние индастриала Группа пошла по новому пути, усилив новаторский подход и эксперименты Так что ждем новые работы Субтитры сделал DimaTorzok Легенды и ветераны американского дэт металла из Флориды группа Обычьеры Спустя пять лет после выпуска своей последней пластинки Наконец-то анонсировали свой новый альбом, который получил название Dying of Everything И выйдет 13 января следующего года на лейбле Relapse Чтобы скрасить ожидания фанатов, коллектив также выпустил первый сингл с альбома, на который есть видеоклипы Сама группа заявила следующее, цитата Мы очень рады, что наконец-то выпустили новый альбом и передаем его в руки фанатов Мы выбрали песню The Wrong Time для первого сингла, поскольку она верно отражает звук, стиль и ощущения, к которым мы стремились в студии И представляет собой отличный пример того, чего можно ожидать от нового альбома В общем, первый сингл достаточно среднетемповая смесь дэт металла с грувом, но звучит отлично А вот что лейбл говорит о новом альбоме, цитата Новый альбом разрушает освещенную веками традицию ранних классических альбомов группы Сохраняя при этом убийственное студийное звучание, которое группа совершенствовала в своей собственной студии, начиная с чудовищного альбома седьмого года Как и почти каждый альбом, Dying of Everything запоминается мгновенно Это умение, которое группа с годами только улучшила Необычно для группы, существующей с 80-х годов, делать свои лучшие работы в двухтысячных Но именно этого добились обичьеры, благодаря своему отношению к делу и неустанным гастролям по всему миру «Я думаю, что все сводится к страсти», — говорит вокалист Джон Тарди «Я говорю это все время, но если что-то не приносит удовольствие, я не буду этого делать, а нам сейчас весело как никогда» Итак, новый альбом выйдет 13 января 2023 года Ну, а на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok